Только настоящий мужчина способен на настоящий подвиг. Сергей Вечер уже 12 лет спасает человеческие жизни. Сейчас он занимает должность заместителя начальника Центрального районного отдела по чрезвычайным ситуациям города Минска, а начинал карьеру с пожарного. Еще с детства он мечтал приходить на помощь людям, ведь рядом всегда был достойный пример для подражания. У меня отец проработал практически 20 с лишним лет, проработал в службе. Я решил пойти по его стопам. Практически все детство прошло среди окружения. Пожарные, пожарные машины, вот это все видишь, стремишься к этому. За время службы случалось все разное. Сергею приходилось спасать людей на пожарах, при чрезвычайных ситуациях, во время дорожно-транспортных происшествий. Теперь он сам руководит спасательными работами и проводит учения для подчиненных. Пожарная тревога. Кстати, с момента поступления сигнала до выезда спецмашины из ворот пожарной части, согласно нормативу, не должно пройти больше минуты. В спокойные дни у спасателей бывает 2-3 выезда в сутки, но иногда случается и около 10 выездов за день. Очень много случаев, когда приходится бороться с какими-то эмоциями, с каким-то чувством страха, можно даже такое присутствовать. Физически это тяжело, как бы нагрузки большие переносишь. Чтобы всегда быть на высоте, Сергей Вечер много и упорно работает над собой. Он занимается пожарным спортом, давингом, промышленным альпинизмом. Все это помогает на службе. Уже несколько лет герой нашего сюжета курирует группы спасения на высоте и даже занимается беспарашютным десантированием. В кабинет Сергея Вечера украшаются возможные медали, кубки и награды, которые он завоевал на различных соревнованиях, в том числе и международных. Приходится нам работать в различных ситуациях, когда необходимо, допустим, проникнуть к пострадавшему, либо к месту выполнения работ каким-то нестандартным способом. Приходилось из вертолета спускаться и работали на дамбах по 200-150 метров высоты. Три раза Сергея Вечера признавали лучшим по профессии, а в 2010 году он удостоился почетного звания «Нечанин года». Несмотря на столь высокие награды, сам Сергей рассуждает о своей службе и о подвигах по-философски. Были случаи, когда где-то кого-то приходилось откапывать, может быть, года два назад, ну и где-то так ребенка спасали на железнодорожном складе, завалило балками. Назвать это подвигом я не могу, потому что ежедневно это все происходит, мы этим окружены. Труд спасателя нелегкий, он требует огромной самодачи, отваги и мужества. И только настоящий мужчина способен рисковать свою жизнью, чтобы спасать жизни остальных. С таким настоящим мужчиной познакомились Диана Галих, Алексей Колупанко. Утро. Студия. Хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok